Ну что, продолжим наше обучение. Итак, на сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о террине, как вы предполагали. Давайте с вами подрузим террин сюда. Для этого откроем вкладочку Mass Script, Run Script и выберем скрипт, Object Import. Снимем галочку софт-октейских материалов, временем материалов и выберем нашу модель террина. В данном случае у нас находится RavData, Object, Level, наше поле, которое декомпилировалось из предбанника и в самом низу найдем нашу саму модель террина, поле террин. Так, локация наша подгрузилась. Давайте посмотрим, что мы с вами здесь увидим. Голую нашу локацию, на которой есть недостающие текстуры. Мы сейчас с вами попробуем если мы посмотрим, то увидим, что это целый объект составной из элементов. Нам с вами нужно отделить. Многие, конечно, прибегают к способу выделения полигонов, чтобы отделить, но как бы есть способ попроще. Переходим в вкладку опять-таки полигон и находим вкладку Select ID по ID материалам. Давайте выберем, нажмем какой-нибудь полигон и нажмем клавишу Select. Как видите, выделился материал, которым соответствует данный номер 1. И клавишу Detach отделение. Можно поставить как материал, можно как планировать. В данном случае мы просто отделим ее как отдельный объект. Вот мы с вами отделили и скрыть невыбранное. Мы его сразу скрыли. Следующее, давайте с вами отделим дорогу. Опять выберем полигончик на нашей дороге. Нажмем клавишу Select ID выбрать по ID материалу. И так сделаем Detach в отдельный объект. И у нас остались тут мелкие объекты на локации. Это бордюрчики всякие, ямки, кочки и так далее. Которые также относятся к нашему террину. Вот. И мы с вами сейчас немножко займемся их неправочкой. Так как мы видим на нашем бордюре как бы это не очень она похожа текстура на наш бордюр. Мы сейчас попробуем дать правильную текстуру нашему бордюру. Что для нам для этого понадобится. Давайте мы с вами выберем этот материал самого бордюра. Select ID F2 чтобы скрыть свечение. Нажмем клавишу и перейдем в вкладочку UnwraBURW модификатор применим ее. Перейдем в вкладку элементы. В данном случае давайте мы с вами отобразим элементы. В данном случае у нас отображается как видите вот наша текстура. Давайте мы с вами его изменим. Удалим пока этот модификатор. Вот. И применим нашему материалу другую текстуру. что для этого нужно. Откроем вкладочку Material и вызовем библиотеку материалов нашего этого объекта который мы подгрузили. Для этого нажимаем шарик Get Material и вкладочку Сцены материалов. Материалы сцены. Два раза кликаем мышкой левой кнопкой и у нас здесь появляется списочек материалов которые используются в сцене. Откроем навигатор материалов. Вот. Давайте визуализируем эти материалы и как мы видим что у нас очень много пустых шариков на которых нет материалов. как бы эти текстуры они у нас остались в тениах Чернобыля. Ну если же вы переместили все текстуры сюда в папку SDK 07 они у вас все здесь отборозятся. Но в данном случае мы не перемещали и у нас не хватает данных текстур. Вот. Как это дело нам исправить? Как узнать какой материал присвоен данному бордюру? Если мы видим что у нас выделился 12 значит соответственно здесь в этой же колонке мы находим наш 12 материал. В данном случае креты волс 0.1 можно посмотреть на наш материал вот он который применяется и мы сейчас с вами назначим другой материал материал бордюра в данном случае бордюра 0.2 Давайте сразу мы с вами копируем имя этого материала и вкладочку применить его применим к данному элементу. Сделаем возврат и поставим здесь имя материала что это бордюр 0.2 новый наш материал это пока мы скроем пока библиотеку материалов нажмем клавишу F2 скрыть но у нас бордюр сам не очень ровно лег на наш бордюр который мы хотели поменять как это исправить применим модификатор он в раб UBW вот мы с вами видим перейдем вкладочку элементы вот и давайте мы с вами скроем свечение на нашем бордюре отобразим текстуру в окне материалов в окне редактора в раб модификатора если у вас текстура не отобразилась нужно нажать клавишу поставить галочку show map отобразить карту выделим все наши текстурки не текстурки а элементы и повернем полигончики это на 90 вперед либо на 90 назад и так мы с вами видели что у нас вот она потихонечку начал показываться наш бордюр который мы хотели поставить но он очень редкий как бы хотелось его сделать погуще и почаще сейчас мы с вами немножко растянем эти текстурки на нашем бордюре выделим наш бордюр и перейдем вкладочку растягивание по горизонтали вот и немножко нам нужно это все дело увеличить до нужного размера вот таким вот способом как видим начала потихонечку отображаться отправляться текстура нашего бордюра но она слишком частая теперь мы возьмем это все стянем по горизонтали сделаем их пореже так уже начало начало похоже что это у нас сам бордюр есть конечно некоторые неровности как мы видим не совпадение для этого снимем вкладочку планар выделения по поверхности камеры вот выделим пример вот эту часть нашего бордюра полигона и синхроним клавиш F2 мы видим что течение вот у нас выделилось и здесь в модификаторе можно это подправить его поставить совпадить чтобы у нас приблизительное совпадение с нашим бордюром который стоит рядышком так мы видим что у нас прошло теперь нормально и вот таким способом найдем небольшие погрешности и немножко все это дело подстроим друг к другу на одном уровне не да что у нас потихонечку меняется и преображается так как это можно будем считать мы это все сами сделали и конвертируем обратно объект в поле так мы с вами видим что у нас повеялась текстура правильная текстура бордюра у нас наложилась вот теперь давайте с вами посмотрим о тех текстурах которые у нас в данном случае не хватает если мы помним то у нас некоторые объекты на которых нет текстур вот этот данный объект на этом объекте нет текстур перейдем к лавочке опять-таки полигоны выделим наш полигон F2 свечения полигоны можно скрыть отобразить вот у нас выделился номер 7 и выделим его все что касается седьмого материала в данном случае у нас вот этот кусочек он у нас выделился опять перейдем к вкладочку материалы перейдем главную панель материала отобразить и находим наш седьмой материал в данном случае вот он наш седьмой материал вот здесь прописана текстура гмд-драй гмд-драй давайте заменим какую-нибудь другую текстуру гмд ему дадим допустим к примеру гарпаж пусть это будет текстура мусором нам не подойдет скорее всего вот ну можно какой-нибудь этого шлака опять-таки материала копируем вот и также ему делаем сечение присвоения и заменяем имя на свое которое теперь уже будет присутствовать в данной текстуре видите мы здесь также можно применить модификатор вонбрап и сделать небольшие правки по данному нашему объекту либо изменить либо еще что-то опять-таки здесь у нас есть текстура лестницы от моделька лестницы на которой нет никакого материала никакой текстуры выделим нашу лестничку нажмем клавишу select вот у нас засветился select второй вот у нас засветился и таким же способом в данном случае материал пятый вот отображение пятого материала находим вот у нас находится в графе пятый материал давайте посмотрим что у него тут назначено stone tr yuv также можно выбрать из каких-то своих материалов открыто там бетон пусть будет 7 открываем и делаем свечение это материал и назначаем свое имя вот он появился наш материал наша текстура на наших ступенечках также можете подрезоктировать изменить ему карту раскладки материала на самой модели и сделать соответственно нужной правки так после всего что мы с вами проделали создали назначили переименовали изменили давайте отобразим все в данном случае нас интересует сам тиреин я скорее всего наверное для быстрого понятного редактирования наверное оставлю один тиреин и дорогу control и инвертирование и удалю лишнее с локации мы оставим с вами сейчас только сам тиреин как бы у нас разговор основной будет составить о работе с тиреином и так тиреин у нас остался один давайте с вами в данном случае на тиреине у нас будут применены два шейдера это шейдер травы и шейдер асфальта в дальнейшем сейчас мы немножко расширим библиотеку шейдеров которые будут наложены вот так что мы можем с вами здесь изменить как мы видим что у нас есть еще одна такая красивая дорожечка вот она с вами идет вот и давайте мы ее с вами выделим перейдем в кладочку тереин откроем кладочку полигона и здесь есть такая конвертируем это в поле так как мы будем редактировать нашу полигональную модель в кладочку поле и здесь есть субж обжит выделение по объекту клавишу F2 и вы видите что появился такой желтенький квадратик который бегает за мышкой нажимаем клавишу control и ведем по нашей дорожке которая здесь есть доведя до какого-то уровня нажимаем у нас она выделилась control F движение руки опять переходим в выделение и продолжаем дальше выделять нашу дорожку которая у нас здесь есть и вот таким способом зажав клавишу control делаем выделение но нам нужно если вы доведя до определенного места нажимаем левую кнопку мыши у нас происходит выделение если же мы выделим и нажмем на красном полигоне предыдущий который уже был выделен нажмем левую кнопку мыши выделения у нас не происходит поэтому нужно нажимать левую кнопку мыши в тот момент где у вас пустой полигон который еще не был ранее выделен клавишу control P переход управление руки вот и вот таким способом мы выделяем кубер мы выделили лишние полигончики как это дело все убрать нажимаем клавишу alt и нажимаем на ненужных полигончиков которые нам нужно отнять 5 клавиш control и продолжаем наше выделение вот таким способом мы с вами быстро и безболезненно и для себя и для моделирования вот отделяем от нашего террена полигоны которые в дальнейшем мы это присвоим какую-нибудь дорогу тропинку и так далее мы сюда наложим шейдер какой-нибудь песочный или гравийный или щебеночный вот это у нас будет совсем другой шейдер как мы сами решили что мы немножко изменим нашу локацию которую мы хотим сделать в данном случае изменения нашей локации и так это на все выделилось теперь это можно отделить деталь либо в объект либо в элемент на данном случае пока сделаем объект чтобы он нам пока не мешал вот следующее у нас также здесь в каком-нибудь месте теперь у нас будет это сам террин сама трава потом асланд тропинка это третий шейдер давайте применим какой-нибудь еще шейдер сюда в данном случае здесь у нас есть такая небольшая низина сейчас мы с вами выделим это болото выделим полигончик на этом болоте перейдем к вкладочке выделения выделим предъявление по кругу от центра вот таким способом мы с вами выделили наш участок болота вот у нас выделился и также можно тут выделить поровнее можно отделить лишние полигоны можно убрать те которые не нужны вот отнять зажав клавишу alt таким способом мы отнимаем лишнее либо control добавляем какие-то определенные полигончики вот будем считать как мы это выделили и также сделаем detach также пока в отдельный отдельный объект теперь у нас на локации будут присутствовать четыре шейдера можно сделать пять шесть десять желание как бы здесь не ограничено но все зависит от вашего желания как только и как вы хотите сделать следующий этап где мы с вами выделили давайте мы с вами создадим плоскость в данном случае здесь мы сделаем с вами озеро из этого объекта также можно сейчас перейти в клавиш плана и здесь на этом месте создать вот такое небольшое озеро давайте уменьшим вот это у нас будет в дальнейшем вода как бы оно должно перегревать нам низину как бы чтобы это не было глубокой чтобы это не было не уступало за края так водичка у нас готова в данном случае вот она наша плоскость вот это будет у нас водичка в этом месте давайте сразу назначим материал вот это будет у нас открываем стандарт битнап введем вкладочку water дадим ему текстуры материала water dds тут еще важный момент при присвоении этого материала как бы плотность наложения материала на наш объект получается чем выше плотность тем сильнее будет рябь чем меньше плотность тем меньше будет рябь перейдем вкладочку modify кондицируем его в поле и примем модификатор unww давайте вкладочку элементы выделим нашу воду f2 снимем свечение и немножко это участим таким способом но это ориентировочно также сюда можно локацию подвозить нашего актера нпс и смотреть плотных наложения именно водички на наш водоем так повторяю чем выше плотность тем выше рябь чем меньше плотность будет вода похожа как волны в океане конвертируем это в поле и применим модификатор субдивиж для распределения правильного распределения ребер на нашей модели но этого будет слишком много тут достаточно одного полигона одной ребры одного ребра двух полигонов конвертируем все это дело в поле водичка у нас на локации создана 4 шейдера которые принимают участие в локации у нас созданы следующим этапом нам к примеру в каком месте нужно поставить домик давайте мы с вами выберем какое интересное место какое нибудь месте давайте выделим с вами часть наших полигонов где нибудь здесь и поставим с вами сюда домик домик деревни выделим это все квадратом вот таким способом для того чтобы домик стал правильно красиво можно сделать выровнять его лишние полигоны мы сейчас с вами отнимем которые не хотим чтобы участвовали вот придем вид сверху и нажимаем клавишу вид ангу выровнять по камере по поверхности по взгляду вот у нас получилась главная площадочка такая немножко мы с вами сейчас эту площадку подровняем чтобы она была у нас поровнее вот теперь немножко у нас получились сильно вот эти углы расслаблены перейдем кладочку вертексы вот и вот именно те вертексы которые у нас идут по грани по ребру мы с вами немножко их расслабим эти вертексы вот виделись у нас красные вертексы и делаем клавишу релакс чуть расслабить не было натяжения сетки такой сильный вот ну ориентируем что плоскость у нас готова и теперь нам на это место нужно поставить дом для этого открываем меню делаем мипорт и нажимаем клавишу мерч вот если у вас есть подготовленный дом какого-нибудь либо уже также можно импортировать это путем скриптовой подгрузки объекта выделить все окей домик на локацию у нас вот он добавил вот так как он состоит из нескольких частей этот дом так как потом в дальнейшем будет этот дом нужно будет создавать порталы сектора мы его сгруппируем чтобы у нас был одним объектом вот и переместим на то место где мы его хотели поставить вот таким способом и перемещаем и ставим в этом месте вот все следующим этапом нам нужно будет этот дом как бы вырезать под нашим домом давайте давайте этот дом привяжем его к какому-нибудь ветоксу более по ровному плоскому чтобы он у нас плотно лег на сеточке нашего тиреина так готово следующее что нужно сделать уделяем наш тиреин и под этим домом нам нужно удалить ненужные элементы ненужные полигоны выделить полигоны под нашим домом и сейчас мы удалим нажимаем клавишу delete полигоны удалились вот это мы сейчас с вами будем смотреть как нужно сделать вырезание именно под самим домом у нас здесь немножко осталось но можно не удалять достаточно выделить вертекс и нажать клавишу break отделить версии друг от друга если мы начнем выделять каждый вертекс вот у нас он отделился и мы получается каждый полигончик сейчас с вами оттащим стороны вот и распределим каждый на своем месте также немножко добавим так здесь у нас он привязан давайте включим нашу привязку в данном случае привязка у меня стоит по вертексу вот и вот выберем вертекс наш и привяжем к уголку нашего здания следующий вертекс мы привяжем сюда вот вот таким способом сейчас привязываем наши вертексы к основе к углам нашего здания вот так сюда у нас не получится лучше сюда мы в этих пустоты с вами мы создадим новые полигоны в этом месте это будет лучше сейчас мы подтянули вертексы к углам нашего здания лишним мы потом с вами удалим почистим вот и так далее есть у нас еще в одном месте здесь точка ветоксов соприкасания дома вот так у нас готово вот перейдем кладочку полигоны и давайте здесь мы с вами опять таки привязка по вертексам состоит нажимаем клавишу create создание новых полигонов и привязываясь к вертексам мы заполняем пустые места вот в данном случае прорезти вот этими нашими полигонами полигон может стать не столько из трех углов но из четырех из пяти из десяти опять create создаем вот так вот полигончик и создаем здесь полигон он у нас уже будет не с четырех не с трех не с четырех а с пяти с шести вот как душа пожелает просто потом в дальнейшем применяем модификатор он у нас разобьется на нужные ребра как нужно опять клавиши create и выделяем над поточкам расставляем наш моделируем наш полигончик и создаем вот остался создать последний полигон клавиши create и все полигоны мы с вами создали вокруг нашего здания под самим зданием у нас осталась пустота что мы еще хотели сделать к примеру нам здесь нужно сделать красивую такую дорожку в принципе это несложно понять как это делается нужно снять выделение выделить нужные вертексы подвинуть чтобы это было похоже на тропинку вот как выровнять по горизонтали например мы сейчас выделяем эти вертексы перейдем в боковую раскладку боковую вид view порта и нажимаем клавишу view angle выровнять по оси рассмотрения камеры также вот эти вертексы выделим и также можем в боку нажать клавишу view angle вот и мы видим с вами что у нас получилась ровно красивая вот такая тропиночка которая будет ввести к нашему дому так у нас это готово так что мы потом можем здесь поставить забор и все остальное а также мы можем выделить вот эти же самые полигоны и задать ему допустим какой-то другой материал шейдер либо текстуру чтобы это было у нас какая он щебень гравий либо земля и все что угодно это уже по вашему желанию и так будем считать что мы это отделили сам это у нас готово вот теперь мы с вами выделим наш дом скром его видим что у нас получилась такая нужная нам прореха в этом доме так готово что еще можно рассказать о терении по работе к примеру вам нужно в основном в терении присутствует у каждого терены есть ном ном называемая которая должна скрывать не нужную геометрию как бы это такое стекло через которое за которым мы не видим либо даже не стекло я бы сказал это стена за которой не видно объект мы видим только те что смотрим вправо в лево это сложно объяснить в данном случае мы сейчас попробуем создать ном стенку к примеру вот где под этому холму так перейдем укладочкой линия поставим привязочку по вертексам и начнем вот таким способом рисовать стеночку нашу это наша стеночка которая должна закрывать ремок закрывать если мы будем идти по этой дорожке чтобы за с правой стороны вот этот все полигоны все это весь все объекты которые справа будут за вот этой горой не просто будут у нас в таком ракурсе вот эта часть именно что сама вот эта часть вот эта локация она будет у нас выгружаться вот так мы протянули теперь перейдем вкладочку модифай и нажмем ему применим модификатор экструд выдавливание в данном случае выдвинули вниз но не вверх две разные вещи конечно ном стенка получилась таким способом делается ном стеночки вот также и сразу же конвертируем ее в поле также можете для скрытия конечно нежелательно чтобы ном стенка выходила за высоту теремии в данном случае как мы видим вот в этом месте если вы будете смотреть в эту сторону вы будете видеть кусок горы здесь будет просто пустота это нужно просто полученный верх цикле либо стеночку чуть пониже опустить либо спрятать так что ее не было видно из-за самого терения иначе за этой ном стенкой будет просто у нас пустота как многие говорят косяк геометрии которые делаются моделлерами и те кто занимается этим так будем считать мы что мы это сделали и применим его к этому ному обязательно нужно применить текстуры вид map открываем папку проб и открываем проб и фейк ном ос текстура именно что фейк ос должна присутствовать текстура на всех объектах которые будут относиться к ном должна присылать только фейк ос иначе потом этот ном ос не получится не сработает при компиляции локации придаем имя и нам его нужно придать модификатору 2pubw чтобы растянуть по этому всему давайте мы сами введем сладку опять-таки элементы выделим и здесь можно любым разведкой любой разведкой нужно открыть особо значения не имеет плотность наложения особо значения не имеет это чисто так для себя чтобы было понятно что это у нас ном стенка которая делается и еще одна важная деталь как делается фейк в принципе делается таким же точно таким способом опять открываем линию привязочку по сетке ставим и вот мы с вами сделаем фейк стену опять применяем модификатор extrude extrude и поднимем фейк в данном случае фейк стена у нас поднимается вверх дабы актер не прошел за пределы вот этого места на локации чтобы он дальше не смог пройти делаем поправочки которые нам нужны можем где-то полигоны где-то вертекс отпустить пониже где-то приподнять где-то посильнее придавить подвинуть вот также можно по ребрам двигать как вы хотите какую надо сторону немножко мы с вами подредактировали вот ну еще одна немаловажная деталь помните что сетка локации накладывается только внутри фейка за периметрами фейк объекта сетка накладывается не будет как бы нам это нужно чтобы у нас за пределами нашего образовалась сетка давайте мы с вами сейчас удалим эту сетку этот фейк объект и создадим новый так как мы будем продолжать работу с нашей программой в дальнейшем работу именно что с работой давайте вокруг этого нашего места делаем так вот привязочку забыл поставить сделаем такую фейк стеночку чтобы у нас за этой стеночкой не создавались наши как бы до соединим чтобы нам локация не копировалась очень долго нам желательно это все быстро делать чтобы понятно в уроках можно долгом затягивать побыстрее это все дело тут манификатор вот у нас выдавился на нужную высоту выставляем все конвертируем это в поле давайте мы сверху удалим этот наш полигон нам не нужен нижний полигон нам удаляли передем в ребра и немножко эти углубимся в сам террин чтобы нельзя было в этом месте нигде нам проскорянуть под этим фейком чтобы нам стена невидимая не дала тратить сквозь стену вот таким способом все это дело мы подготовили наложим теперь текстуру новую битмап и нам нужна текстура проп факи фак эколизм вот наша текстура и применяем ее к нашим объекту применим модификатор он врат UVW либо можно назвать он вмап кто с чем работает плотность раскладки опять таки повторяю что она не обязательно каким слоем умножения вы это сделаете все равно применим модификатор Subdivich для раскладки правильно ребер на модели вот у нас правильно разложилось и правильно ребра расположились и конвертируем это все в поле мы также забыли для объекта NOMA применить модификатор Subdivich чтобы разложить правильно ну давайте его оставим пускай остается Subdivich конвертируем это все поле так у нас готово у нас готовый террин буду сказать отмоделированный измененный вот мы врезали с вами дом мы поставили с вами озеро вот и немножко добавили сюда отдельно несколько шейдеров это шейдер травы будет у нас шейдер асфальта шейдер дорожки и шейдер болота который в дальнейшем будет у нас присутствовать ну вот так давайте на начальных этапах оставим нам оставим только объекты самого террена остальное все лишнее мы с вами скроем вот у нас с вами осталось только объекты самой локации так переходим в вкладочку материала и начнем с вами применять материалы текстуры именно что самого террена который изначально у нас был нам конечно придется потом изначально это все править вот предбанник текстуры DDS в данном случае вот и присылаем эту текстуру для этого объекта и давайте с вами чтобы потом нам не путаться предбанник ниже контитул и напишем что это ГРАС вот выделим следующий материал объект это дорога и также применим ему новый материал откроем также эту текстуру назначим вот и назовем ее тире на слайд откроем следующую вот выделим нашу тропинку которая здесь у нас была назначим опять этот же шарик и назовем ее также только по своему тропа чтобы потом нам было понятно не путаться вот что к чему у нас идет и еще один объект который мы с вами у нас получился это дно озера создадим ему новый и слайд назначаем что это у нас озеро так у нас готово у нас выделены все основные шейдеры все это дело наложилось вот так когда оно все готово можно этот объект экспортировать выделим показать все вот нам в данном случае нужно скрыть наш дом как бы не хотелось чтобы он принимал участие в нашем территории дом мы с вами скрываем фич объект вот оставляем только именно что на следующем что очень важно немаловажно отделить от нашего территории это именно озеро нежелательно чтобы в озеро также применялось актерина иначе в дальнейшем на поверхности озера будет образовываться накладываться трава вот так на эту траву с вами вот фич скрываем чтобы у нас не было здесь травы на поверхности воды так все у нас готово выделяем террин и делаем attach attach list и выделим все объекты так все у нас готово у нас объект получился один единый вот и теперь можно его экспортирую после всего что мы сделали нам нужно сделать сброс координат открываем вкладочку утилиты находим reset xchrome rss босс координат вот и конвертируем ее в поле в меш что хотите опять утилиты делаем stalker экспорт экспорт диктор объект вот открываем вкладочку объекты давайте создадим новую папку нажимаем по своему эту папку и вписываем тире тираем поле делаем сохранить saving object сохранение прошло успешно у нас экспортируют 4 материала как мы с вами видим у нас будет присутствовать 4 шейдера на локации следующее что нам нужно сделать это нам нужно понадобиться сделать сразу изначально маску для нашего объекта как бы можно это сделать сейчас сразу же нам нужно опять таки отделить ненужные элементы на локации в данном случае у нас вот эта вот стеночка select мило давайте сделаем detach object и мы с вами забыли добавить воду при экспорте забыли с вами добавить воду при экспорте но нам не нужно добавлять дом хотя воду можно лучше экспортировать отдельно так же у нас вода появилась здесь опять переходим к вкладочку каждый раз делаем reset from reset convert to poly mesh и сделаем экспорт нашего озера экспорт edit object это наше new будет здесь назовем его озеро пусть это будет у нас отдельным объектом так проще потом будет нам работать вот мы можем раскрыть следующий нам дом вот у нас дом находится в этом месте чтобы у нас появился также в этом месте чтобы не было у нас с вами прорег в этом месте косых линий промежуток давайте мы его разгруппируем вот у нас объект разгруппировался выделим наш весь дом опять делаем reset xlom сброс координат конвертируем mesh и мы его экспортируем наш объект сохранить экспорт прошел успешно также можно обратно его группировать и скрыть он вам пока не нужен вот у нас появилось видите небольшой кощечок о том что у нас здесь прошла пошла подтяжка так как мы сделали с вами небольшое наступление по моделированию давайте мы с вами выделим то что нам не нужно это в данном случае мы возьмем стеночку ее скроем hitch скрыть и возьмем наш но также select и нажмем клавишу hitch скрыть вот у нас остался чисто один наш terrain выберем наш terrain и применим модификатор он врав ubw перейдем в кладку элементы сделаем ctrl a сделаем planar angle z по высоте z все у нас прошло нормально конвертируем ее в mesh поле как мы видим наша растяжка в данном месте уже исчезла все это у нас правильно выровнялось и еще нам нужно применить это чтобы у нас получилось от полигона неровно где-то треугольники применим модификатор в данном случае выберем наш terrain траву выделим и применим и мификатор для добавления правильных реберс на нашей локации метод метод инфикатор sub-givage мы его применили он добавился в польше там он 200% конвертируем его в поле так отобразить все вот у нас все отобразилось мы опять давайте его экспортируем наш опять terrain так как у нас была небольшая ссылочка экспорт до заменить итак terrain у нас готов все теперь следующим этапом мы сейчас с вами его визуализируем в маску вот опять таки мы выделим наши элементы лишнее скроем это вот этот элемент элемент стеночки и элемент но мы скроем вот и давайте мы сделаем такую вещь открываем материалы вот мы с вами назначали сами материалы в принципе можно опять таки сделать блосс потому что у нас объект целый перейдем вкладку сцены вот и у нас получается здесь очень много левых мультиматериалов давайте сделаем так clear удалить мультиматериалы и те материалы которые уже не используются в нашей сцене опять откроем сцену и видим немножко они поубавились в данном случае у нас этот объект называется object 001 находим где у нас object 001 в данном случае вот он первый у нас стоит object 001 два раза кликаем левой клавишей мыши вот и здесь отображаются наши материальчики которые мы с вами применяли так начнем допустим с первой первой у нас grass открываем наш материал но нам нужно чтобы вместо нашего grass здесь был цвет так давайте мы с вами назначим цвет color в данном случае grass у нас идет красным цветом трава ну а там материал сам ведем правой кнопкой cut вырезать материал мы с вами вырезали и применили красный цвет так как у нас сама трава шейдер rgb распределяется красный цвет а следующий у нас идет это давайте вернемся с вами откроем материал асфальт вот нам асфальт опять таки мы сделаем с вами cut вырезать и применяем color асфальт у нас должен быть синего цвета мы ставим синий цвет нажимаем клавишу ok опять возвращаемся к предыдущей тропа вот тропа также у нас присваивается к материалу именно что земли это у нас должен быть голубой прошу прощения я ошибся потому что асфальт у нас должен быть не синего а зеленого цвета green так вот а все остальное грунтовые в данном случае у нас тропа будет принимать участие это у нас грунт также сделаем cut и нажмем ставим color ставим ему голубой синий цвет ok поставили и еще нашим озеру также нужно придать синий цвет так как он тоже будет принадлежать к материалу земля удаляем нажимаем color и даем ему также синий цвет так у нас все это готово вот верхнюю раскладочку ставим и применяем наш выделим наши все эти элементы так как у нас два элемента еще скрытые и применим нажимаем клавишу ноль сейчас мы с вами сделаем рендер маски вот здесь добавляем complete map и размер ставим к примеру 1024 на 1024 вот откроем раскладочку текстурную так как у нас сейчас делают ее криво вот нам нужно чтобы она легла красиво и ровно потому что модификатор разложит и видите да по-своему перейдем опять такие элементы выделим все и так же как он врат убида был где его планар англ x англ z скейнер по-з вот у нас подхранилось и сделаем рендер continue продолжить вот у нас идет рендер нашей маски локации так рендер прошел теперь эту можно текстуру сохранить к примеру на рабочий стол и назвать ее поле маска почему именно так первая идет terrain это папка в которой будет помещена текстура вторая идет поле это имя локации которым будет присвоена текстура и маска это модификация именно что движок будет считывать что маска это маска вот и сохраним ее в формате TGA сохранить так у нас готово сохранено вот это можно закрывать и вы можете сохранить свою локацию под каким нибудь именем в дальнейшем редактировании как вы там хотите и так у нас готово вот следующем уроке мы с вами продолжим работать с нашей локацией вот на этом пока все до следующего локации